Коллеги, ну в этой аудитории, наверное, нет смысла долго объяснять, кто такой был Бибихин, хотя, конечно, это зависит от возраста, от, может быть, какого-то бэкграунда, насколько вы это знаете. У нас международная конференция, целый ряд коллег приехали из других стран, но только один человек, так получилось, не говорит по-русски. Мы к нему представили специального переводчика, это Петр Травный, друг Владимира Леонидовича, который, соответственно, Владимир Леонидовича не читал по причине того, что его работы пока не переведены на основные европейские языки. Вот одна из таких латентных функций нашей конференции в том, чтобы эту ситуацию заменить, но не единственная, естественно. Ну, у меня сейчас доклад и какие-то вводные слова, я очень рад всех приветствовать, рад, что это получилось. Я хочу сказать, что мне кажется, что вот Владимир Леонидович, ему бы, в принципе, понравилось это мероприятие, потому что со всей иронией к таким официальным мероприятиям, тем не менее он любил публичность и, собственно, в его философии, как я сейчас буду говорить, событийность всегда имеет аспект театральности. И хотя, конечно, к этой театральности он относился с иронией, но эта ирония не отменяла некой задачи для человека публичное перед сходом народа показать, на что он способен. И вот Владимир Леонидович, наверное, лучше всех в этой стране в 90-е годы показал, на что он способен. И на что, соответственно, в какой-то степени мы все были способны. То есть я считаю, что его лекции и книги 90-х годов – это высшие интеллектуальные достижения, которые вот эта страна произвела, ну, не хочу никого обидеть, но вот так вот по чистому выхлопу. И об этом свидетельствует, конечно, и то, что для нашего поколения это был действительно захватывающий такой человек, на лекции которого, как вы знаете, сходились большие амфитеатры в начале 90-х. И вот он создавал вокруг себя, ну, не создавал, он бы сказал, был сам захвачен, но передавал вот это событие, тоже носившее вот этот характер публичности. Хотя его на видео не снимали, его снимали на ленточный такой монтофон. Интересно, кстати, где эти пленки. Но, тем не менее, вот этот какой-то момент техники Гештеля там был тоже. Вот. Так что вот через почти десять лет после его смерти как-то вот хочется продолжить все-таки, не сказать традицию, но продолжить вот это событие, оставаться ему верным, как сказал Бабадью, или быть захваченным и дальше. То есть оставаться ему захваченным и продолжать. Поскольку, ну вот, за прошедшие десять лет было сделано огромное, конечно, дело и были выпущены книги больших количеств. Вот там стенд, это выставка, но можно посмотреть. Вот. И, конечно, вот и Ольга, и Владимир сделали очень много для этого. Но теперь, как мне кажется, следующие десять лет должны пройти под знаком освоения наследия, интерпретации, переводов. Вот. Поскольку, ну, там есть что, как мы все понимаем, есть что обсуждать. Тексты во многом темные, носят, действительно, вот эту сгущенную энергию событийности, и поэтому их надо разматывать. Тем более, что, в общем-то, сейчас у нас будет время. Время реакции, в которой как раз надо сидеть и интерпретировать то, что произошло во время Возрождения. Вот так, это шутка. Вот. И плавно перехожу поэтому к моему докладу, который действительно посвящен философии события у Бибихи. начну с каких-то вводных вещей такого контекстного характера. Мы знаем, и, может быть, вот молодые, более молодые представители аудитории не так это хорошо знают, что философия наряду с литературой и публицистикой была в период перестройки и сразу после нее в центре общественного внимания. Именно потому, что менялись базовые ориентиры общественного развития, переводились и печатались запрещенные авторы. А также потому, что и в советском идиократическом обществе философия как институция была в центре идеологических дискуссий. И вот где-то начиная с 89-го года и до примерно, наверное, 94-95-го именно Бибихин стал таким главным и наиболее, скажем так, культовым философом Москвы. Я бы сказал, заняв это место после отъезда из Москвы Мардашвили, который до него собирал тоже большие аудитории и не такие большие. И, соответственно, вот эта ситуация, которая во многом сложилась внешним образом, но она дала Бибихину какой-то импульс, мне кажется, и ощущение миссии того, что он действительно выражает нерв времени и является философом вот этого события. События тогда происходили каждый день и очень интенсивно. Хотя он не был политическим мыслителем напрямую и не комментировал газеты и не говорил там, поддерживает ли он Ельцина или Зюганова, естественно, но, тем не менее, это был почти всегда в той или иной мере политический комментарий философского труда. И, соответственно, одна из центральных линий философии Бибихина – это философия истории и философия событий. В этом, надо сказать, Бибихин не только продолжал Хайдегера, понятно, что это его понятие поздней философии Хайдегера – Эрагмис, но также Бибихин здесь совпадал, то есть сознательно совпадал с тенденцией общемирового развития философии в тот момент, поскольку именно в 80-х годах и, в общем-то, с 80-х до сих пор именно понятие события находится в центре рассмотрения философии, по крайней мере, континентальной философии, как некая попытка обойти проблему основания сущности в своего рода историческом трансцендентальном империзме, я бы сказал. Ну и наиболее известный сейчас автор мировом масштабе на эту тему – это Олен Бадью, который в 88-м году написал книгу «Бытие и события», где соединил Хайдегера с Альтюсером и охарактеризовал события как явление из ничего, ранее неучтенного множества, а также выработал некую этику верности событий. В 88-м году, то есть очень близко к тому, как, в общем-то, похожие идеи высказывал Бибихин, не зная, я думаю, про Бадью, потому что Бадью просто тогда не очень обсуждался, не очень был известен. Но, естественно, Бибихин был философом российской истории. И вот отличие от Бадью, да и от Хайдегера, хотя не от раннего Хайдегера, а от позднего, может быть, в том, что, конечно, Бибихин заострил вот это понятие на современности и на том месте, которое он занимал, то есть на России. Он был, конечно, философом российской истории и последовательно, особенно, как мы видим его в более поздних работах, делал из России философское понятие. Вы знаете, что у него есть понятие Руси, введение философии права, которое не совпадает с этносом, конечно. То есть это была философия в этом смысле ситуативная и, ну, так вот, надо сказать, национальная. Что ж тут говорить. Но это не отменяет, естественно, ее мирового значения. Так вот, значит, вокруг этого Бибихин создал некую философию события, которая в результате отличается от близких ему по духу Хайдегера и Бадью. И вот в чем специфика этого понятия, я, соответственно, и буду говорить. Значит, события, происходящие в конце 80-х, начале 90-х, осмыслялись Бибихином с энтузиазмом. Энтузиазм – это важное понятие философии, особенно продуманное у Канта в споре факультетов. И в Бибихина есть аналогичное понятие захваченности, этимологически, в общем-то, совпадающие с термином энтузиазм, как некий аффект, который заставляет человека участвовать в историческом движении. И для Бибихина, как мы знаем, в то время история – это вторжение некой молнии в ползучую рутину, огонь мобилизации – это его термин, который захватывает человека целиком. И время для Ренессанса, которому… В данном случае он дает такую не просто историческую, а общую философскую трактовку, как необходимому для человека времени восстановления полной открытости миру, мгновенной полноты, которая при этом не реализуется в произведении. То есть характерно для исторического Ренессанса, что он был не до конца воплощен, там не было создано полноценных, великих произведений, которые были созданы в последующий период. И также он осмысляет происходящее с ним в тот момент. Таким образом, в полном согласии, надо сказать, с интенцией Горбачева и с тем, и с других людей, кто начал все эти революционные преобразования, и Бихин видел вот это идущее событие, а также искомое событие, как вброс и источник энергии, который дал бы стране импульс исторического движения в застойной атмосфере апатии и разобщенности. То есть, грубо говоря, забота была, и об этом много пишут, забота инициаторов перестройки стояла в том, чтобы разбудить страну, дать ей какой-то энергетический импульс. Люди перестали работать, идеология потеряла легитимность, и от этой апатии попытались их спасти. Поэтому Бихин здесь действительно отражал вполне эксплицитные цели лидеров страны. Правда, лидеров страны на предшествующем этапе в перестройках. Он это писал уже в самом конце 80-х. И позднее Бихин действительно называет вот этот период нашей последней революцией, обращая внимание на ее преемственность по отношению ко времени Петра I и вообще к перманентной революции, которая, как он считает, характерна для российской истории. Одновременно уже в 1994 году он применяет к этой истории хайдегеровское понятие «другое начало». И нетрудно видеть, что здесь важна не только другость любого начала, но и то, что Хайдегер противопоставляет в данном случае немецкую ситуацию, немецкое начало греческому, а Бихин противопоставляет новое посткоммунистическое начало коммунистическому. То есть революция уже один раз была, это было начало, и вот в этом смысле аналогично с немцами, нам надо по-новому революционизировать, возродить ситуацию, так чтобы это было, ну даже вот он предпочитает все-таки термин не революция, а ренессанс, чтобы не говорить слово революция, хотя революция тоже встречается. Вот. Значит, что нужно здесь заметить? Хайдегер, как мы знаем, особенно ранний Хайдегер, был тоже мыслителем революции, не только событий. И другое начало, хотя Бибихин обычно цитирует «Байтреге», тоже текст все-таки 30-х годов, то есть времени нацизма, тем не менее термин встречается, насколько ясно специалисты поправят в введении в метафизику в первый раз. То есть в самом революционном тексте Хайдегера, который как раз является манифестом его национал-социалистической ангажированности. Цитирую. «Наш народ, как исторический, выставит в себя самого и тем самым историю Европы из сердцевины ее будущих свершений в изначальную сферу сил бытия. Если великий суд над Европой должен совершиться не на пути ее уничтожения, тогда он может совершиться лишь за счет развития новых исторических сил из сердцевины». Под сердцевиной имеется в виду Германия, потому что она, значит, зажата между Францией и Россией. «Спрашивает, как обстоит дело с бытием, означает ничто иное, как повторить начало нашего исторически-духовного дазайн, дабы перетворить его в другое начало». Это, насколько ясно, первый раз, когда эта тема встречается. Дальше у Хайдегера в этом тексте тема этого другого начала раскрывается как война за бытие, как война за бытие против видимости, на примере Эдипа это делается, и как героическая сила деятельности, «гевальдерихкает», которая одиноко противостоит сущим. Кроме того, Хайдегер обращает внимание здесь, что познание и мышление философа неотделимы от тяги к показу видимости, к демонстрации, которые достигаются, конечно, в трагедии греческой, но в то же время метят по ту сторону эстетического к утверждению самого бытия как такового. Однако Бибихин, говоря о другом начале, как мы знаем, цитирует Байтхеггер. То есть текст, который написан вскоре, но знаменует собой уже поворот Хайдеггера от революционной к более созерцательной, созерцательно отрешенной позиции. И термин события как таковой, хотя, в общем-то, идея события у Хайдеггера с самого начала была, но вот термин возникает вот в Байтхегге. И интересно, да, что проводя вот эту мысль о революции в свой революционный период, тем не менее, само понятие Хайдеггер формулирует как раз тогда, когда, собственно, от ангажированности в событии отходит. Ну и, соответственно, события у него приобретают гораздо более такие универсальные характеристики, которые напрямую как бы и не связаны с тем, что происходит, хотя всем очевидно, что связаны. Более того, Хайдеггер последовательно отказывается от каких-то ассоциаций этого события с политикой. В частности, он отвергает то, что события что-либо переворачивают. Вот в период тридцатых годов постоянно он Ницше там ругает за то, что он переворачивает платонизм. И вообще идея переворачивания, идея революции, то есть ум ке-ум, это неправильная идея, говорит Хайдеггер. Вот и Рагнес должен быть не революцией, а чем-то другим. И Бибихин, хотя он-то как раз говорит о революционном или, по крайней мере, ренессансном начале и от ангажирности событий не отказывается, в то же время опирается на позднего Хайдеггера с его вот этой отстраненностью и акцентом на пассивности, на восприимчивости человека в более степени, чем на его активности. И вот это уже создает определенный нерв, который отличает философию Бибихину, элементы ранней революционной позиции Хайдеггера и элементы его поздней, более такой, скажем так, созрицательной позиции. То есть, по сравнению с Хайдеггером, у Бибихина меняется вот это понятие революции и другого начала, приобретая пассивно-созрицательные акценты, но сохраняя конкретный историко-политический смысл. Теперь, значит, по порядку, каковы мотивы события у Бибихина. Во-первых, основным понятием, как я уже сказал, является захват и захваченность. Этот термин означает и мобилизационное подключение к событию, и форму отношения человека к сущему. Отсюда в дальнейшем вот это понятие собственности. Потому что захват – это когда мы захватываем собственность. Бибихин показывает, что это она нас захватывает, если это большая собственность. И третье, немаловажное – вовлеченность в зрелище. Об этом я сейчас скажу. И вот эта захваченность, не очень понятно, чему бы она соответствовала непосредственно у Хайдеггера, наверное, может быть, духу, может быть, решимости. Но в целом Хайдеггер меньше, чем Бибихин, озабочен вот этой темой вовлеченности человека в историю. Скорее, для него важна открытость человека, готовность на поступок, нежели участие в событиях как такового. В этом смысле философия Бибихина имеет более явную гражданскую направленность. И в этом смысле он ближе к Бадью, чем к Хайдегеру. Потому что у Бадью есть вот это упомянутое понятие верности событий. Оба, и Бибихин, и Бадью негодуют против тех, кто не чувствует зова времени и кто в то время предает какие-то интенсивные моменты эмансипации, которые потом были заслонены более рутинным или более реакционным временем. Здесь близость, скорее, к французскому философу мы наблюдаем. Но верность, конечно, для Бибихина была бы слишком субъективистским и активистским словом, поскольку он подчеркивает, что захваченность – это не решение субъекта, а скорее внимание, очень важный момент, к тому, что уже его захватило. Но в то же время у Бадью в его философии события тоже субъект не сам придумывает события, но события – это всегда обращение внимания на то, что было не учтено в ситуации. Структура события – это появление неучтенного, незамеченного из, казалось бы, густоты у Бадью. То есть в этом смысле вот эта тема внимания есть у обоих. Далее. События в качестве захваченности им приносят радость и даже наслаждение. В самом слове «захваченность» слышится нечто головокружительное. Это у Бибихина центральный момент. Именно он отличает его от обоих, от Хайдгера и Бадью. Так как вводит по отношению к событию, при всей важности и значимости в онтологическом смысле события, он вводит ироническую дистанцию. Поскольку событие – это всегда действие, зрелище и захваченность. Увлеченность, которая отчасти имеет эстетический характер. Соответственно, событие соблазняет. И не обязательно на что-то морально хорошее. Например, уже в языке философии Бибихин приводит в пример захваченности европейцев началом Первой мировой войны. Цитируя Гейзенберга. «Никто из известных мне людей не радовался предстоящему. Никто не считал добрым делом начала войны. Но, я сказал бы так, все ощутили, что дело пошло вдруг всерьез». И Бибихин комментирует. «Народ поднялся на мобилизацию, мало понимая, на что он идет, но впитав главное. Началось нечто серьезное». Причем, как пишет Бибихин в книге «Витгенштейн», эта серьезность парадоксальным образом совпадает с игрой. Нет ничего серьезнее игры, в которой ставишь все на кон и заигрываешься. Здесь тоже неотъемлемая связь события с эстетическим. Таким образом, хотя Бибихин согласен с Хайдегером и Бадью в том, что событие имеет высшую антологическую ценность, он указывает, что эта ценность не обязательно приводит к чему-то антически хорошему. Не в том дело, что бытие обязательно побеждает небытие, что разрушение, катастрофа тоже может быть событием. Или что оно проступает из небытия, как у Бадью. Опять же, Бадью, как и Хайдегер, он придает бытию, экзистенции однозначно положительный смысл. Не очень понятно, почему. Особо Бибихина этого нет. Но важен сам процесс. Важна эта увлеченность и зараженность событием, каким бы оно ни было. Поэтому неотъемлемо мы повторяя определенная ироническая дистанция. Более того, человек любит события. Он хочет быть вовлеченным в зрелище. И это, как особенно показано в введении философии права, его, может быть, основная онтологическая ценность. В введении философии права Бибихин вводит замечательное понятие «право зрителя». Вот вся индустрия прав человека до сих пор не додумалась до того, что есть еще право зрителя, кроме права на жизнь, на собственность и на окружающую среду. А в Древнем Риме ее знали. Потому что, как вы знаете, народ требовал хлеба и зрелища. Так вот, право зрителя – это право на события. Цитирую. «Ничего, кроме захватывающей и увлекающей силы действия, зрителю не нужно. В жизни благополучия актера не входит замысел зрителя. Прежде всего нужен лишь размах пьесы, чтобы не перестала быть захватывающе интересной». Это он говорит не про пьесу, а про российскую историю. Вот. То есть здесь есть и ирония своего рода, и своеобразный имморализм нитшевского, я бы сказал толку, поскольку Бибихин, как и Нитша, конечно, ставит мощь и силу, энергию, он ее называет, как основную самоценность. Это не нитшевская идея. Хайдеггер как раз ее критиковал. Вот. И в то же время здесь есть и онтологическая критика. Высшее проявление человека – это захваченность событием, но желательно все-таки отдаваться ему с открытыми глазами, внимательно, видя онтологическую свободу события за закрепощением или же страданием, разрушением сущего. Отсюда очень важный иронический комментарий в статье «Закон русской истории» к позднему творчеству Анны Ахматовой. Ахматова, как мы знаем, постоянно муссирует тему беды, постигшей страну ее лично, но, пишет Бибихин трезво говоря, какая уж особенно беда на фоне современий. Трудная, но прекрасная биография, долгая жизнь, признание. Но для Ахматовой важна вот эта сладость катастрофы. Цитирую. «Захватывающая острота не в достижении или успехе, а в непосильной беде или несравненном горе». Вот. То есть ради остросюжетности люди готовы, в общем-то, и страдать, и более того, думать, что они страдают. Это, конечно, комментарий тоже той ситуации, в которой Бибихин находился, поскольку он находится постоянно в полемике с меланхолией и депрессией, которая была характерна для публичной сферы того времени. Вот об этом я написал книжку «Отрицательная революция», о том, что победил аффект катастрофы, аффект того, что все рушится, что наша страна самая худшая в мире и так далее, победил в публичной сфере. И Бибихин это замечает, он категорически против этого, и вся его мысль направлена против этого настроения. Он подчеркивает вот эту позитивную остроту даже в этой идеологии беды и катастроф. Вот. Тема очень важная и совершенно отсутствующая, что у Хайтгера, что у Бадью. Это именно исторически конкретная философская идея. Как мы говорили, тема зрелища у Бибихина соответствует и имеет аналогию в Хайтгеровском размышлении, выведении в метафизику вот этой амбивалентности, видимости и явленности бытия, борьбе явленности и видимости. И в Байтгеге тоже есть эта тема зрения. Событие дает увидеть, так как это эрогнис, свидетельство и очевидность. Но Бибихин, в отличие от Хайтгера, хотя он говорит о том же самом, об этой зрелищности бытия, он подчеркивает не активность пассивности, то есть не то, что мы, знания, на самом деле раскрываемся через знания, и на самом деле мы являемся героями, и дайте уже нам власть. А наоборот, пассивность в активности, поскольку героизм революционеров есть функция их захваченности игрой революции. И этот самый герой, он должен также и обращать внимание на себя как зрителя. События — это захватывающее зрелище, и это аутентичная революционность, и, соответственно, неотделим вот этот развлекательный момент. Советская система, как пишет Бибихин в введении философии права, пала в результате того, что наскучило гражданам. Я цитирую. Социалистическая или коммунистическая цивилизация была почти построена, советский человек сформирован, но стал скушен самому себе как собственному зрителю и перестал прилагать усилия на собственное поддержание. В этом смысле очень важное размышление сегодня, когда вроде бы в отношении 90-х Бибихин абсолютно прав, но в отношении нынешнего момента получается, что он Россию не понял, потому что Россия категорически как раз не хочет ничего интересного в своей массе. Но, с другой стороны, это как раз полярность, которая подтверждает, что это и есть тема, просто на нее есть разные реакции. К эстетической же природе событий относится способность события как раз вот к этим переворачиваниям, к полярным колебаниям. Для Хайдегера, как я уже сказал, события – это не переворачивание, это просто возникновение нового. А Бибихин отмечает, что новое – это как раз относительно, но что новое под солнцем? А вот событийность – она абсолютна, потому что это черта, границы, которая… ну вот он качели приводит пример, да? Важен сам факт качания, потому что там есть черта, граница, которую очерчивает этот размах качелей. И поэтому событие состоит в смене аспекта, как он говорит о Витгенштейне. Переключение, допустим, изображение с утки на зайца, с зайца на утку. То есть нельзя отбрасывать противоположность, нельзя отбрасывать переворачивание. Это ошибка Хайдегера, которую перенимает там вся дальше французская хайдегрианская традиция. Ну и он явно тоже думает о России 90-х, где в изобилии фигурировали веселые перевертыши всяких советских норм. Да и сам Бибихин в своем стиле, мне кажется, сознательно отталкивается от советского типа дискурса и делает все наоборот. Это можно потом продумать. Я буду уже заканчивать. Что еще нужно подчеркнуть? Что вот в этой пассивности, о которой я уже сказал, в подчеркивании того, что человек не сам придумывает события, что он в него включается, здесь тоже есть очевидный политический комментарий, где Бибихин как бы занимает двойственную позицию. Дело в том, что в 90-е годы, когда он работал, да, событие произошло, но уже тогда случился полный выход общества из публичной сферы и постепенная деполитизация общества. И Бибихин это объясняет, как вы, наверное, знаете, через историю Бориса и Глеба, которые не захотели бороться за власть и отошли от нее. В этом смысле вроде бы грустное событие, то есть отход от политики российского общества, деполитизация осмысляется. Бибихин ищет в них что-то осмысленное, что-то хорошее. Он говорит, ну, в России всегда так было. В России человек всегда отказывался от власти и оставлял эту сферу незанятой. То есть это жест какой-то такой геляссенхайд, жест оставления, который сохраняет как бы универсальное, сохраняет события от вмешательства человека. То есть Бибихин пытается перевести вот эту вроде бы плохую игру в хорошую мину. Насколько это оправдано? Я думаю, что здесь есть очень важный смысл, который тоже и сегодня должен нам помочь, потому что мы берем на себя, тем самым, эту деполитизацию в таком объяснении. Мы видим, что все равно, на самом деле, несмотря на весь пафос, так сказать, антисубъективистский, Бибихин говорит о том, что мы сами решаем не занимать эту сферу. Если в публичной сфере у нас какие-то непонятные негодяи, то мы сами виноваты, но в этом есть и осмысленность. То есть мы, по крайней мере, сами не становимся этими негодяями и поддерживаем незанятость вот этого публичного места. Хорошо это или плохо. То есть в депрессии и меланхолии есть захваченность событием, захваченность катастрофы. И результат этого события в том, что оно как бы самоуничтожается, ну или, по крайней мере, самоотстраняется. И субъект выходит из этой зоны. То есть это сложная такая диалектическая мысль, которая тоже отсутствует, по крайней мере, у Шубадью и на самом деле даже у Хайли. Вот. Соответственно, вот этот весь мотив оставления мира, оставления собственности и этики, которая говорит о том, что нужно дать автомату мира работать и оставлять в мире незанятые зоны. По видимости, эта линия, она противоречит первой выделенной линии. То есть одной рукой Бибихин, философ захваченности и события, философ мобилизации, другой рукой он говорит, не трогай автомат, автомат будет работать сам, мир будет сам устроен как бы, или не устроен. Но вот эти противоречивые полюса – это действительно полюса российской истории, российской истории того периода. и событие действительно привело к самоустранению людей. Не то чтобы, повторяю, Бибихин его оправдывает, но всегда нужно философу выявить антологический, как бы реальный ход движения за тем, что нам, может быть, не нравится, что выглядит чистой лишённостью. И поэтому для него вот это движение приобретает диалектический, я бы сказал, характер, характер вот этого двойственного, амбивалентного движения событий. Ну, парадоксального, как минимум. Ну, подведу итог. Значит, вот для уже более последней разработки. Событие у Бибихина, как мне кажется, как, можно сказать, инстанция захваченности, инстанция захвата имеет следующие характеристики. Оно молниеносное, внезапное, оно не тематически предшествует сознанию, то есть связано с вниманием, обращает всегда на себя внимание, как нечто уже начавшееся. И, соответственно, событие начинается с периферии нашего мира, с периферии нашего сознания. Далее. Событие аффективно всегда, головокружительно, связано с разворачивающейся и последовательной серией временных шагов. Оно конкретно исторически укоренено здесь и теперь. Оно является источником и объектом права, вот этого самого права на событие, и задает свое право. То есть из него следуют этические и юридические выводы, можно так сказать. Оно соблазняет и захватывает человека, но при этом дезориентирует его. В этом соблазне и захвате оно собирает человека воедино, в некий кулак, который дальше может действовать. Но при этом, последний пункт, оно оставляет само себя, собственно, свое ядро, неприкосновенным для субъекта и даже отталкивает его. Вот в этом парадокс или диалектика событий. Таким образом, мы имеем важные поправки в понятии событий в философии. Бибихинское понятие события, в отличие от Хайдгера и Бадью, иронично, а не моралистично. Потому что и Хайдгер, и Бадью однозначно позитивно оценивают события. Для них это, в общем-то, моральное понятие. У Бибихина нет. Оно этическое, но оно не моральное. Поскольку в нем всегда есть ирония. И вот эта идея произведения событий чисто из эстетического интереса. Далее. Бибихин видит вот это полярное колебание в событии от утопии к катастрофе и обратно, которое тоже отсутствует у упомянутых авторов. И, наконец, подчеркивает миметический характер события. Потому что оно, с одной стороны, начинается всегда, всегда уже началось, то есть подражает чему-либо. Оно накладывает, как он говорит, жесткую форму, форму закона через мимесис. Но все это происходит в игре. Все это происходит в игровом разыгрывании истории. И это, опять же, этот миметический момент отсутствует и у Хайдгера и Бадью. Но есть и вопросы. Последнее предложение, можно сказать, хочу сообщить, что все-таки здесь можно и критические замечания высказывать в отношении Бибихина. Ну и двух других тоже. В том, что вот эта антология событий все-таки недостаточно, мне кажется, дает нам инструменты для развлечений. Потому что у Бибихина есть сведения у Едино все-таки очень разных событий. У него и Петр Первый, и революция семнадцатого года, и Первая мировая война, в принципе, анализируются одинаково. Что вот что-то захватывает, человек что-то делает. Ну, как бы, конечно, что-то захватывало, таких событий много. Но так можно вырезать, например, там миллион человек, как Сталин сделал. Тоже события. То есть в этом и морализме есть и опасность, и нужно, наверное, дальше думать все-таки. Но вот об этом, кстати, у Бадью немножко есть, о том, чем все-таки события отличаются друг от друга, и как дает ли философия какой-то интересный инструмент для интерпретации, собственно, самого хода этих событий. Вот. На этом останавливаюсь. Спасибо. Артём, большое спасибо за такую мощную актуализацию мысли Бибихина в событийном контексте. И я приглашаю вас, дорогие друзья и коллеги, задавать вопросы. У нас есть 15 минут по нашему регламенту. Когда вы будете задавать вопрос, пожалуйста, представляйтесь. Может, не вопросы, может, острая критика. Учитывая то, что многие читали сами тексты. Пожалуйста. Интересно докладили, Василий. У меня вопрос какой, если мы ищем точки соприкосновения между Бибихином и Хадегером, а вот мотив образования для Бибихина? Безусловно. Для Бибихина вообще каков статус образования, обращение к вождям, к книге такой формы? Ну, понятен вопрос. Да. Согласен с вами, что для Хадегера это абсолютно центральный момент. Ну, Бибихин ведь он был такой учитель. Да. Но врачат Хадегера не любил институциональную власть. И вообще лекции проходили обычно путем самозахвата. Бибихин был первым филосом окупай, потому что он приходил в первый гуманитарный корпус, где в расписании курса не стояли, входил в аудиторию и читал там лекции. Ну, это характеризует, конечно, что университет 90-х. Но, конечно, Хадегер и так не поступил. И у Бибихина была абсолютно другая субъективная позиция. То есть это позиция иронического такого, но очень амбициозного, но в то же время иронического и скромного человека, который в то же время вот в этой как бы неофициальной и маргинальной точке, он тоже ими говорит что-то такое, что действительно выводит историю на другие рубежи и так далее. Поэтому, я думаю, надо посмотреть, что он говорит. Он иногда говорит кое-что про учительство, ученичество и так далее. Но это не главная его тема. Я думаю, что что-то вот ближе к Сократу, ближе к традиционной позиции философа, который вот так вроде ехидно и полемически ни на что вроде бы не претендует, но вот соблазняет. 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 И Хайдеггер был совсем, мне кажется, другой. Соблазнял по-страшному Хайдеггер. Он соблазнял девушек, да, как известно. И у него была там репутация тайного короля, но там это работало, мне кажется, там был трансфер такой у Хайдеггера. А у Бехини некогда, не знаю. Валерий Косинский, Саратовский. У меня такой вопрос. Поскольку послужила мысль о том, что у Владимира Вениановича было много событий, вот насколько я понял, что вот было событие, допустим, в Сталинской какие-то моменты, можно назвать, да, или все-таки у него было одно событие? Мне кажется, что когда Бибирин говорит о событиях, он более говорит об одном событии, и события все-таки Хайдеггер. Ой, не согласен. Это Хайдеггер, да, он об одном. Да. Вот тогда вот можно пояснить вот еще разницу смыслов, да, и тогда вот вы еще говорили об ироническом измерении событиях, да, а вот каково вопрос? Вот если можно металл вставить или что-то, просто интересно мне показалось вот нашим событиям. Бибирин. Вот два вопроса. Нет, ну, во-первых, про то, что много событий, но это в текстах есть, но можно, вы, конечно, можете сказать, что это просто эмпирические примеры, а так, в принципе, это есть одна парадигма. Ну, ну да, ну то есть как бы, да, структура-то у этих явлений одна, но мы же мыслим все-таки, это же рациональное мышление, оно обобщает, что же можно поделать. Но, тем не менее, мы укоренены в том событии, которое происходит, и из него смотрим на другие, видим параллели, я бы так сказал. Ну, герменевтика такая. То есть здесь нет никакого, никакого вопроса здесь даже нет. То есть, но единственное, что поскольку Хайдегер, Хайдегер, когда говорит об Эрагнес, он говорит о другом начале, он говорит о конкретном тоже событии, но которое, по его мнению, происходит в нынешний момент в истории. Вот сейчас, говорит Хайдегер, происходит вот это, еще не происходит даже, а есть какие-то намеки на него. Вот есть это вот Эрагнес. Ну, все с большой буквы в немецком, но оно явно с большой буквы. А у Бибихина это, мне кажется, нет. Это как раз тоже черта его ироничность. Ну, а про иронию, так я вроде бы весь доклад этому посвятил. Ну, в том смысле, что, ну вот как он говорит, событие всегда шпион. Есть момент, когда мы участвуем, но как бы в то же время и смотрим так, да, развлекаемся этим событием. Мы не до конца в него, на самом деле, вовлечены. Захваченность у нас, с одной стороны, головокружительная, бесконечная, но она не означает полное совпадение с этим событием. Ну, собственно, что было бы и невозможно. Тут есть дистанция. Это, кстати, неизбежно. У Бадью даже тоже есть эта мысль. Ссылаясь на Маларме, он там показывает, что, чтобы было событие, ты все время должен сказать, что, ну да, но я не совсем в этом событии. То есть, или что может быть этого события и нет. То есть, что иначе зачем субъект? Если ты совпадаешь с событием, то субъект самоуничтожается. А Бибихин, безусловно, хотя, конечно, он ни в коем случае слова субъект бы не сказал, потому что, ну вообще-то там, конечно, субъект есть у него. Вот этот вот зритель. Спасибо. Вот еще раз. Скажите, какие темы доклада были связаны с тем, что считаете, что события революции – это кончительные понятия? Ну, изменения как такового не было, просто акценты каких-то сделаны. Ну, тут ответ простой. Да, считаю, да, можно. То есть, это как тождественные синонимичные понятия? Ну как, они не полностью синонимичные, революция – более конкретное понятие, но революция, я, кстати, в книжке об этом пишу, что революция была исторической матрицей всей этой философии событий, французской революции. Как раз тогда стали говорить, что вот произошло такое событие, которое полностью у нас поменял, значит, взгляды на мир и так далее. Вот. Поэтому, да, но хотя при этом я же сказал, что примеры-то разные, там не только Первая мировая война, это не революция была. Но вот для Бибихина, как и для Бадью, революция, конечно, это парадигма событий. Для Хайдегера – нет. Для Хайдегера – это бессознательно, я бы сказал только так. А вот Александр Погребняк, там тянет руку. Александр Погребняк, Бадью, по-моему, про Хайдегера говорил, что тут ошибся на события, да, принял национал-социализм на события, а на самом деле это все выяснили. Конечно. А как я понял, твой последний такой критический аргумент против Бибихина состоит в том, что у Бибихина нет такого вот ресурса различия. События и псевдособытия, что он устраивается на события, и на это можно вписать даже в какой-то мере, наверное, стабильность, ну, если гиперпализировать. Потому что он должен закладывать и так далее. Почему нет? Вот мне кажется, что здесь это предварительное решение. Та мера героического отстранения, которое внутри события позволяет субъекту сохранить себя. Почему она не может быть критерием различия между событием и всем событием? Ведь когда в «Видении философии права» Бибихин описывает сталинизм как такой тотальный шпионаж и вот полную зачистку субъекта, его полную десубъективацию, это не может быть критерпортировать как абсолютная невозможность никакой иронии. Не только нас по отношению к сталинизму, но и самих сталинских десубъективированных людей по отношению… А, ну, согласен, да, это мой хотел. Мне кажется, когда Субьихина здесь есть. Да, ну, и, кстати, тут он тогда сбойдется впадет, потому что у него там есть же абскурантийский субъект, который говорит «О! События! И все!» И самоуничтожает. Да, спасибо. Я позволю вам тоже задать один вопрос, наверное, уже последний. Известно, что Владимир Вениаминович, переводя хайдегеровское понятие «Айгнес», использовал русское слово «свобода», отсылая нас к немецкому кроме «Айгену» и, соответственно, к русскому эквиваленту свой. И мой вопрос отталкивается от того фата, что ты ни разу в своем докладе не использовал слово «свобода». Хотел бы попросить определить, что означало бы в твоей интерпретации «свобода» для Абибихина как «фрайхайт». Ну да. Ну вот, в принципе, тут понятно, что оно обозначало. Это не был его главный термин, он, конечно, использует его. «Свобода» — это вот этот размах качелей, то есть люфт. событие, оно дает какое-то пространство за счет вот этого своего раскачивания. И когда ты вот как бы вот так вот гибко так действуешь, да, и в разные стороны тебя качает, возникает некая, ну, динамизация, да, и в то же время энергетическая заряженность. Мне кажется, что вот это он называл «свободой», но там интересно «свобода», это, конечно, интригующий момент в ведении философии права, когда он говорит про свободу права. Ну, имея в виду, что как бы вот у Путина там свобода права, потому что захотел так проинтерпестировал, захотел так, он захотел посадил в тюрьму, захотел не посадил. Он говорит, ну вот, а что, вот событие дает вот эту свободу, но через то, что оно зато закрепощает человека в его там как бы бы бытовых практиках. Ну, то есть все-таки этические отношения было скромодировано? Да, но в данном случае амбивалентно, потому что вот свобода права – это хорошо или плохо. То есть, как и везде, это парадокс.